Здарова всем ребята, Кентуха на проводе и сегодня меня забанили, притом забанили уже второй раз. И это видео будет даже не о бане, это видео будет больше как обращение к разработчикам, потому что у меня уже просто накипело. Я не могу это держать в себе и настало время рассказать вам всю правду. Я вас прошу только одно, если вы с мной согласны, прожмите лайк и подпишитесь на мой канал, чтобы разработчики увидели максимальную активность. И возможно после этого видео что-то изменится и они реально задумаются. Ну а возможно ребята, будет как обычно и всем будет всё равно, но нет, не будет, потому что я это видео реально отправлю разработчикам, чтобы они его посмотрели. Поэтому ребята, прямо сейчас в комментариях напишите ваше обращение к разработчикам, только пожалуйста, адекватное, но без глупостей. Ну а прямо сейчас ребята, я вам демонстрирую то, что я забанили в режиме союзники и в соревновательном режиме, притом меня забанили на сутки. И притом меня уже забанили второй раз, а за что же меня забанили, это самое интересное. Сейчас мы ребят посмотрим, это было вчера, то есть меня вчера забанили, то есть смотрите, вчера я играл в союзники 2-2, тут я никого кикнуть не мог. Потом мы зашли на карту Сакура, отыграли одну каточку, я кикнул всего лишь одного человека. Одного человека я кикнул и вуаля, меня забанили. За то, что я кикнул одного человека за целых 3 дня, меня забанили на сутки. Как это работает? Почему эта игра мирового уровня? Как такое возможно? Одного человека за 3 дня кикнул и бан на сутки. Ну это нормально, раз хотелось сегодня снимать другой видерой, хотелось снять видео, покупаем все скины, с которых меня мочканут. Но нет, и в итоге я снимаю вот это вот видео. И ребята, это только начало, поверите мне. И еще раз, ребят, небольшая помарочка. Суть этого видео не обострадит разработчиков, а показать им те проблемы, которые есть, но почему-то никто о них не говорит. Почему никто не говорит о этой проблеме? Одного человека за 3 дня кикнул и тебя банят на сутки. Почему никто не говорит о проблеме? Знаете, что есть проблемы? Смотрите, у меня 300 друзей. Чисто гипотетически я удаляю одного друга, вот этого. Ну, например, у вас теперь, у меня 299. Пытаюсь добавить вот этого родного друга, и знаете что? У меня возникает ошибка. И при том, она возникает всегда. Я не знаю как, я не знаю зачем, не знаю почему. Как это работает? Мне типы донатят по 200 рублей добавлений в друзья. Я их пытаюсь добавить. У меня 290 друзей. Даже было 280 друзей. И в итоге я все равно не могу никого добавить из-за этой ошибки. Хотя у меня 280 друзей. Как? Что делают тестеры? У меня просто, ребят, горит. Что делают тестеры? Как это можно было не протестировать? Как можно было не протестировать, что если у тебя 200... Давайте я еще... Я еще одного удалю. Я еще всех удаляю. Почтины, без обидного. Но помните, я вас всех добавлю обратно. Удаляю, удаляю. Просто, ребят, смотрите. Удаляю. Удалил. У меня 295 друзей. Рандомного друга. Просто закрываю глаза, чтобы не болеть. Вот этого типа. Добавляю. Опять ошибка. У меня куча свободных мест. Друзья. И возникает вот эта вот ошибка. Как это возможно? Почему никто про это не говорил раньше? Почему никто не говорил, что возникает ошибка при добавлении в друзья? Хоть друзей 290. Алло, ютуберы. Вы что молчите все? Окей, ребята, ладно. Следующую ошибку я понимаю, что тестерам было тяжело проверить, потому что у них не было там овер 600 заявок, друзья, как у меня. Окей, ошибка номер 2, которая возникает лично у меня. А, это уже ошибка номер 3. Я играю каточку с кем-то в дуэль, например, да? Отыграл дуэль. После того, как я отыграл дуэль, я хочу сказать человеку в голосовой чат, что... Друг, ты мне должен голду. А голосовой чат не включается. Как? И при том, это уже две версии подряд такая ошибка. То есть, после того, как ты поиграл с кем-то в лобби, вас обратно закидывают в лобби, и ты уже голосовой чат не можешь включить. Он выключен навсегда. И чтобы включить, надо порвать задницу. То есть, заходим сюда. Голосовой чат выключаем. Потом включаем. И только сейчас, только сейчас, ребята, он обратно работает. Вы считаете, это нормально? Для игры такого уровня это нормально или нет? Вот ваше мнение, пацаны, напишите в чате, пожалуйста. Следующая ошибка, ребята, касается конкретно ютуберов. То есть, если вы обычный человек, вам, наверное, на неё всё равно. Но, тем не менее, просто представьте, как же у меня горело. В чём же суть ошибки? Если у вас много сообщений, а если вы ютубер, у вас точно много сообщений, вы просто-напросто заходите в игру по 5, 10, 15 минут, а то и вообще не можете зайти. Например, расскажу ситуацию. А Бобе хотелось снять свой видосик. В итоге он мне кидает скриншот и пишет. Слышь, кентуха, а что это у меня не заходит? У меня ошибка 12 тысяч. Это такая ошибка, когда, грубо говоря, из-за того, что у вас много сообщений, у вас просто не заходит в игру. Я ему пишу. Братик, это новогодний подарок от Акстельбол. Чисто, чтобы ютуберы не могли зайти в Стэндов 2. А знаете, что пишет мама? Там ещё была беседа такая. Мама пишет. Удаляй эти сообщения автокликером. Какого лешего я должен вообще что-то удалять? Почему нельзя добавить режим? Мне беспокоит, чтобы никто не мог писать вообще сообщения. Почему я должен писать разработчикам? Чтобы понимали, разработчики 10 дней вообще ни на одно моё сообщение не отвечали. И в итоге никто не мог зайти в игру. И знаете, мы заходили в игру ютуберы? Мы ждали ночь, когда будет самая минимальная нагрузка на все сервера. И только тогда могли заходить. Ну это нормально. То есть мы сходили ночью, ждали дня, и потом уже записывали видео, или снимали видеоролики, или стримили и так далее. Ну это же просто капец. Если вы думаете, что разработчики очень хорошо общаются с своим комьюнити, то есть с ютуберами, например, да, то, к сожалению, это не так. Может быть и не отвечать на сообщения в ВК. Да, базара ноль, там банят кого надо и так далее, за это большое спасибо. Но, к примеру, штучку. Внутри игровые уведомления, чтобы их можно было отключить. Потому что вы помните, какие там вставили аватарки и как мне флудили, да. Знаете, что пришлось сделать? Пришлось на протяжении года абсолютно всем ютуберам по КД им писать. И только тогда добавили отключение внутриигровых уведомлений. Почему в других играх нету таких вещей, которые мешают нормально играть? Если есть, то их исправляют. Но именно в стендоффе надо годами просить, чтобы что-либо изменили. Я очень надеюсь, что это видео хотя бы на что-то повлияет. Я вас реально очень сильно прошу. О чем же мы, ребята, поговорим дальше? Это система баланса. Вы у меня спросите, кинтпк. А что хотя бы тебе тут не нравится? Мне не нравится то, что я могу запустить соревновательный режим с голдами. А против меня попадется элита. Против меня попадется мастер. И не говорите, что такого у вас ни разу не было. Например, сейчас играю за кламбой. Ну, я думаю, и так всем понятно. Просто давайте проверим, какой ранг у меня. Просто проверим, как работает баланс. У меня ранг рейнджер, да. Ну, на данный момент феникс. Потому что из защитера я слил. У меня ранг феникс. Смотрим, кто попался против меня. Сильвер 2. Зашибись. Смотрим дальше. Вообще у парня ранга нету. Брон за один. Если вы скажете, это только в закладке. Ну, в принципе, сейчас вы будете правы. Но в тех же союзниках и в том же соревновательном режиме плюс-минус тоже очень большой разброс по рангам. Очень большой. Прям капец какой большой. Дальше я хотел бы поговорить о багах, которые вообще никто не фиксит. И всем просто все равно. Вы просто задумаетесь, должно ли быть такое? Почему все называют Синдов-2, но не очень хорошей игрой, в отличие от КСГО? Хотя, по сути, на первый взгляд посмотреть, и то, и то хорошие игры. Потому что в КСГО нету такого, что ты, например, можешь сесть тут. Помните этот прострел? Этот прострел был годами. Можно было прострелить всю карту. Прострелять сюда. И простреливаешь. Простреливаешь. Знаете, я аж куда покажу? Простреливаешь все это огромное толстое здание. Пуля выходит отсюда и долетает прямо сюда. А вы что, не помните? Было такое. Теперь окей. Теперь окей. Я покажу еще кое-что. Вы все, ребята, прекрасно знаете этот прострел. То есть ты становишься вот тут, стреляешь, и пули выходят насквозь. Да? С этой стороны можно прострелить точно так же. В принципе, я не против. Все нормально. Но есть одно небольшое но. Одно очень небольшое но. То, что игроков вы тут не видите. То есть в чем прикол делать такую щель? Игроков вы не видите. Но простреливать вы можете. То есть вы или сделаете, чтобы было видно игроков через эту щель. Или вообще ее закройте. Потому что это тоже бах. И так не должно быть. Дальше, ребята, мы переходим к Ардио Синстоун. Прямо сейчас я вам все, 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 все покажу. Первое, что мне непонятно. Что тут делать такие щели? Что за плиточник ложил эту плитку? Ребят, посмотрите. Ну, я уверен, такое точно должно быть. Окей, идемте дальше. Теперь, что самое главное. Что самое для меня непонятное. Вот этот ящик, да? Вопрос к вам, к знатокам. Простреливается ли он или нет? Потому что я до сих пор не понимаю. То есть ты стреляешь вот так вот. И он простреливается. Но при этом, если стреляешь вот так вот. Он иногда не простреливается. Я до сих пор не понимаю, по какому принципу он. То ли простреливается, то ли нет. Окей, ребята, идемте дальше. Видите вот этот ящик? Если вы стоите прямо за ним На шифте, то есть не упор к стенке, вот так вот У вас тоже видно на мини-мапе Хоть вы стоите за ящиком Такого не должно быть 100% Дальше, ребята, немножко поговорим о цензуре Вы все прекрасно помните, что Одного киберспортсмена, не помню какого Машу ноунейм, ха, ладно, что еще, братан, без обид Просто не помню Одного киберспортсмена исключили из-за того, что он матернулся В чате, да? Да, материться Это плохо, я не против Но вопрос в следующем Почему нельзя в ники запретить мазершинные слова? Ну зато Зато Аксельболт вы запретили То есть Аксельболт нельзя поставить А зато маты, пожалуйста Пожалуйста, ставьте, ставьте Какие хотите, а то, что ютубер монетизацию Отключает, а то, что за два играют пятилетние дети Почему нельзя в никах Запретить нецензурные слова? Точно так же, как и вы запретили в никах Слово Аксельболт Следующая немаловажная тема лично для меня И для других ютуберов, я не понимаю по какому принципу Дают бета-тест обновления У меня сложилось такое впечатление Кто лучше общается с разработчиками Тому и дают бета-тест Почему нельзя дать бета-тест Открыто на равных условиях? Например, если ты не снимаешь на видео Не знаю, какие-то запрещенные Если ты ничего не говоришь плохое Про студию Аксельболт Ты получаешь бета-тест Ты не получаешь, чтобы были какие-то прозрачные правила А не так, как сейчас Так, слушай, ну ты мне понравился как ютубер, как человек Мы тебя возьмем, будешь бета-тестером Потому что, ребята, для ютуберов это очень важно Для ютуберов, ребята, если ты видео выложишь на день час позже Чем остальные ютуберы Уже можно не выкладывать Потому что оно уже залетело в рекомендованное И никто не будет смотреть твое видео Поэтому, ребята, мне к ютуберу реально это обидно Или никому не давайте Или давайте всем ютуберам на каких-то общих правилах Дальше, ребята, я не знаю, возможно, это я ошибаюсь Я не понимаю, как работает бан-система И как вообще можно кого-либо забанить Например, за мошенничество За кибербулл Раньше была группа ВК Таки дай жалобу Ё, кто-то проверяет Я так надеюсь, что кто-то проверял Потому что мне говорили, что просто удалялись от сообщений Никто ничего не проверял И игрока банили, да? Как же сейчас это работает? Есть какой-то форум? Никто не понимает Что, как? Надо больше информации про это Как забанить щитака? Как разобраться с человеком, который тебя кибербуллит? Пожалуйста Дайте кто-то информацию Потому что я, например, знаю, как мне забанят, да? Я пишу комьюнити-менеджеру Так-то, так-то И человечка банит А как обычному человеку Мне по КД Миллиарды людей пишут Каждый день Меня обманули, меня кинули Кенту Щитак попался, что делать? Помоги А я не знаю, что вам делать, ребят Я знаю, что есть какой-то форум Туда вроде можно писать жалобы Но я до сих пор не уверен Короче, я не знаю И хотелось бы, чтобы было больше информации про это Теперь, ребятки Хотелось бы немножко поговорить про киберспорт Я ничего против киберспорта не имею Я, наоборот, только за, чтобы он развивался Я себя не считаю киберспортсменом Но я переживаю за тех ребят Которые реально хотят видеться в будущем в стендоффе Рассказываю наглядный пример У меня был турнир Я обычный ютубер У меня онлайн, ну, на турнирах 4, 5, 6 тысяч онлайна Я прошу, типа, так-то, так-то Дайте, пожалуйста, что вы можете выделить на турнирах И мне разработчики выделили Три ножа бабочки У меня, блин, онлайны на этих турнирах Больше, чем на лан-турнирах Там, где по 30к долларов бюджеты Почему нельзя выделить какой-то нормальный бюджет? Просто представьте Насколько же бы больше развивалась игра Насколько же бы больше были онлайн в игре Насколько же бы был больше приток новых пользователей Новых игроков Насколько же бы больше Обычные люди верили, что они могут стать киберспортсменами Потому что сейчас Вот я скажу откровенно Ты киберспортсмен только тогда, если у тебя есть ютуб-канал Без ютуб-канала, все Забудь идеи, учи уроки Вот так вот Ребят, я приношу свои искренние извинения Если я кого-либо задел или кого-либо обидел Я чисто высказал в своем мнении Если вы со мной согласны, пожалуйста, прожмите лайк Также напишите ваше мнение в комментариях Потому что, возможно, даже разработчики его подсчитают Это было бы очень круто С вами был ваш Кентуха Всем удачи, всем пока А, еще подпишитесь на мой канал по-братски Можете лайк, подписка